У Билла Гейтса проблемы. Основатели известной на весь мир компании призвали объясниться из-за его дружбы с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Интересы девяти жертв Эпштейна представляет адвокат Спенсер Кувин. Со ссылкой на него американские журналисты сообщают следующее. Адвокат Кувин заявил, что Гейтс обязан рассказать все, что он знает об Эпштейне, а также способствовать расследованию дела предполагаемой сообщницы миллионера Эпштейна Геслейн Максвелл. Адвокат Кувин подчеркнул в Нью-Йорке, что расследование о причастности Геслейн Максвелл к трупам, к убийствам продолжается. Поэтому Гейтс должен сделать, обязан сделать шаг вперед и помочь следствию, помочь полиции. Адвокат Кувин считает подозрительным факт, что начало скандального бракоразводного процесса Гейтса, его супруги Гейтсов и самого Билла Гейтса, совпало по времени с арестом Эпштейна. Супруга Гейтса Мелинда начала консультироваться с адвокатами о разводе с Биллом в конце 19-го года, когда скандал с Эпштейном набирал обороты. Быть может, супруга Гейтса, госпожа Мелинда Гейтс, что-то знает большее, чем знаем мы все о педофилии, которая могла связывать Эпштейна и Гейтса. Ей не хочет скандал, она хочет развестись до скандала на весь мир. Гейтс сообщил, что он не находился в деловых и дружеских отношениях с Эпштейном, но это, похоже, опровергается фактами. Гейтс говорит, что он никогда не участвовал в неформальных встречах, не жертвовал деньги на деятельность Эпштейна. Дело-то ведь и в неформальных или неформальных встречах. Денег у обоих миллионеров-миллиардеров хватает. Максвелл Гислин была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ее обвиняли в том, что она склоняла несовершеннолетних детей к поездкам к миллионерам, к Эпштейну в частности, для незаконного секса. Еще ее обвиняли в жаршей деятельности. Миллионер Эпштейн, как теперь установлено, создал криминальную сеть, которая позволяла ему и его друзьям эксплуатировать детей, девушек, прежде всего 14-летних девушек, сексуально издеваться над ними. По некоторым данным, Эпштейн сделал свои миллионы и на торговле людьми. И занимался он торговлей людьми вплоть до 2019 года. Как известно, его арестовали 6 июля 2019 года. Он покончил с собой в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса. И вот теперь перед судом, возможно перед судом по требованию адвоката, 9 сексуальных жертв Эпштейна, 9 человек, предстанет и Билл Гейтс.